И вообще, в быту заметно, женщины говорят гораздо больше, девочки говорят гораздо больше. И вообще, им всё надо проговаривать, им легче, когда они даже какую-то проблему проговорили. У мальчиков, у мужчин совершенно по-другому. У них правое полушарие раньше начинает развиваться. И у них гораздо лучше, поэтому у них совершенно другие, как бы предположенность совершенно другая. За счёт этого у мужчин лучше развито пространственное мышление. Вот кто уже взрослый, кто водит машину, он знает, если спросить у мужчины дорогу, как проехать, мужчина объяснит очень просто, очень лаконично. Женщина эту же дорогу будет объяснять долго-долго-долго, и в конце концов сама собьётся. Почему? А у неё лучше развита речь. Но пространственное мышление для неё это очень тяжело. А у мужчины лучше развито пространственное мышление, логическое мышление у него тоже развито, лучше, чем у женщины. Это не означает, что у женщины нет логики, но она имеет свою специфику. Мужчина – это опять-таки строение мозга, по-другому устроено, предрасположенность другая. Мужчина, если прорабатывает какую-то идею, он прорабатывает ее очень экономно, очень сосредоточенно и глубже. Для женщины с ее логикой, где важны детали, у нее другое полушарие, более активно, для нее важно все. Для женщины важно все. Как говорил наш научный руководитель, женщина всегда пишет Башу в советскую энциклопедию. Все, все важно. И поэтому она часто растекается, захватывая все широко, но не так глубоко. Другие отличия, очень большие, очень, ну, допустим, вот еще такое могу сказать, различия, что можно с помощью сканирования обнаружить. Как мужчины и женщины, мальчики и девочки реагируют на неприятности, это принципиально важно, на серьезные переживания. Когда стали смотреть, как реагирует мозг, на уровне активности мозга, есть ли какой-то стресс, очень серьезное переживание, болевое переживание. Если сканируют мужской мозг, отслеживают, смотрят на экране, то и в левом, и в правом полушарии всегда остаются участки спокойные, спокойные. То есть такие центры, которые отвечают, когда не теряется логическое мышление. Когда начинает смотреть женский мозг, полыхает все, все полыхает. То есть сначала резкий всплеск эмоций, и тех участков, которые отвечают, я повторяю, как достояние такое, предельное такое эмоциональной значимости. Женщина часто теряет контроль. Для чего я это говорю? Для чего я это говорю? Не для того, чтобы женский пол хуже, мужской, лучше, ни в коем случае. Я это говорю для того, что роль главы семьи, если предназначена Богом, чтобы исполнял мужчина, для этого сделано все. Вплоть до того, что даже на уровне структуры мозга, на уровне структуры мозга заложено то, что может облегчить ему выполнять эту задачу. Если женщина более эмоциональна, более ранима. Кстати, сказать у женщины, что могу сказать? Почему? Вот женщина, мужчина должен быть главой семьи. Он должен отвечать. У него должна быть ответственность за происходящее в семье. Он должен очень хорошо анализировать ситуацию и не терять самоконтроль. У него для этого все есть. Но женщина должна быть помощницей ему. Для этого она должна очень хорошо его чувствовать. Она не должна ему постоянно спрашивать, как ты себя чувствуешь. Это на уровне... Вот в психологии есть под такое понятие эмпатия. Это в чувствовании, в состоянии другого человека. В чувствовании. Когда не надо ничего объяснять. Когда девочка, женщина, она сердцем чувствует, в каком состоянии находится другой человек. Хорошо ему, плохо. Он просто разыгрывает, что ему сейчас все хорошо. Или на самом деле хорошо. То есть для того, чтобы она могла понять, сейчас как правильно себя вести. Ведь пришел глава семьи в дом. Пришел тот человек, на котором вся ответственность за то, что будет происходить в семье. Она должна ему помочь. Она должна его поддержать сейчас. И вместе с тем она должна смотреть, как дети ее сейчас чувствуют. То есть на ней ответственность внутри дома, чтобы было тепло и уютно. Вот ей, у них гораздо лучше развита эмпатия, чем у мужчин. Эмпатия в чувственном состоянии другого человека, когда не надо говорить, а это просто человек чувствует. Мы уже говорили об эмпатии, я просто не буду повторяться. Кроме того, у женщины есть еще другая особенность, которую отмечают психологи. У женщины гораздо больше развито так называемое боковое зрение. Когда смотрели мужчина и женщина, когда они смотрят, есть ли отличие в захвате объектов, когда человек смотрит? Так вот оказывается, когда мужчина смотрит, у него захват все-таки гораздо меньше объектов. Он смотрит на суть проблемы. Женщина, когда смотрит... Вот есть у психолога даже такая шутка. Если женщина не смотрит, это не значит, что она не видит. У женщины захват зрения 180 градусов. 180 градусов. Причем это не напрягаясь, это естественно, это от природы. У девочки, у женщины. Так вот, когда выходит из одной и той же компании муж и жена, и жена говорит, слушай, ты видел? Он говорит, да откуда ты видел? Он говорит, да как же, это же на наших глазах было. Конечно, он не видел. Мужчины не так настроены на общение, им главная сама суть. А женщины важны детали. Плюс я говорю, вот у нее очень много таких моментов, которые ей даны, просто само собой даны. Она больше замечает. Так уж дано. У нее лучше развита эмпатия, она сильнее чувствует. Это может быть плюс, а может быть минус. Потому что еще очень развита эмоциональность. Значит, она легче может сорваться. Ну, попросту говорю, от природы дано, Богом дано так. У нас есть предрасположенность к тому, чтобы мы могли нормально, женщины, выполнять роль помощницы. Когда не надо лезть в душу и каждый раз спрашивать, а когда это чувствуешь. И когда ты в состоянии, если у тебя есть желание, если у тебя правильное воспитание, помочь. И у мужчины, опять-таки, ему легче ситуацию проанализировать. И в этой ситуации остаться хладнокровным. И принести правильное, взвешенное решение. Если отойти в сторону и сказать, да пусть она сама думает, вот она такая всегда истеричка, вот пусть она сама думает. Если мужчина отойдет в сторону, женщина может с этой задачей не справиться. Почему? Она легче гораздо уйдет в эмоции. Из-за своих эмоций, из-за того, что она завязывает в мелочах, она может принять решение не то, которое бы принял муж. Это одно. Это, говорю, на уровне психологии. Но надо еще понимать, если семья воцерковленная, если верующая, то еще благодать действует по-другому. Благодать по-другому действует. Раз глава Богом установлена, что глава семьи муж, значит, на него, через него, на жену, на послушание и потом на детей. Это все вещи очень важны. Мы будем еще отдельно говорить, чтобы все не смешать в одну сторону. Так вот, мозг очень отличается друг от друга. У мужчины и у женщины. Но вот это вот строение мозга на каком уровне? Когда это закладывается, что мозг мужчины и женщины отличаются друг от друга? Когда психологи стали изучать, что такое пол, оказалось, что пол, мужской или женский, это настолько многоэтажное, многоуровневое явление, вот как многоэтажное здание, как многоэтажное здание. И на каждой ступеньке, когда формируется пол, может быть сбой, может быть нарушение. Поэтому некоторые моменты, моменты я с вами проговорю, что на уровне воспитания нужно помнить, внутри семьи, когда воспитывается собственный ребенок, на что нужно обратить внимание, чтобы, не понимая того, пол ребенка не сбить. На каком уровне? У нас самое такое распространенное понятие, это гражданский пол или паспортный пол. Это тот пол, который дается ребенку, его видно при рождении, в зависимости от строения тела. Этот пол называется гражданский или паспортный пол, или акушерский, там много названий. Но это внешний пол. У нас еще у каждого формируется так называемый психологический пол. Так вот, пол.